Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас будет очень важная тема – стопы, теки, какой рынок, на каком рынке, как применять волатильность, почему на американском рынке одни стопы, на форексе другие стопы, крипта – третья стопа. Первое. Вы должны понимать очень важных факторов о том, что на рынке в первую очередь присутствует такое понятие, которое называется волатильность. И многие люди, которые садятся, например, торговать какой-то из рынков, они, например, не понимают, что такое АТР и что такое волатильность. Давайте сегодня поговорим об этих вещах, давайте начнем, что такое АТР, что такое волатильность, что такое плохая волатильность, что такое хорошая волатильность и разновидности стопов и разновидности теков. Просто, чтобы вы понимали, теки бывают технические, бывают расчетные. И стопы бывают технические, и стопы бывают тоже расчетные. Поэтому сегодня мы поговорим и затронем вот эти несколько тем. Первое. Давайте начнем с самого простого. Что такое ATR? Это занятие у нас будет. Это среднестатистический ход инструмента за единицу времени. Обычно применяется на дневных графиках. В расчете ATR всегда берется хай или лоу, но никогда не берется закрытие и открытие. ATR считается по простому. Это хай минус лоу бара. Например, 31, 29. ATR будет 31, минус 29. ATR равняется 2. Обычно в расчеты ATR не берутся паранормально большие и паранормально маленькие бары. Теперь очень важный фактор, который вы по-простому должны понимать. Это волатильность. Волатильность бывает хорошая и волатильность бывает плохая. Например, представьте себе такую ситуацию, что есть уровень и у вас возле уровня вот такие вот большие паранормальные бары с разными направлениями, которые не создают какой-то целостной общей картинки. Это торговать нельзя. Это называется плохой волатильностью. И пока инструмент не выйдет за какие-либо границы, этот инструмент торговать нельзя. Это у нас называется плохой волатильностью. Что еще называется плохой волатильностью? Плохой волатильностью называется, когда инструмент ходит вот так вот в разные стороны. Вроде какой-то может быть даже ярко выраженный общий тренд вверх, но инструмент дает очень плохую волатильность. Почему? Каждый раз, когда вы будете захотеть, вас постоянно будет выкидывать. Это то, что мы называем плохой волатильностью. Что же такое, будем говорить так, хорошая волатильность? Это когда инструмент поступательно по несколько дней подряд идет в ту или другую сторону. Это мы называем так называемой хорошей волатильностью. Что вы имеете возможность, то есть шанс зайти и какой-то, например, шанс где-то выйти. Это у нас называется хорошей волатильностью. Например, я вам сейчас покажу один очень интересный пример и вы поймете, что такое хорошая или плохая волатильность. Итак, давайте посмотрим с вами вместе график S&P. Итак, посмотрите внимательно. Видите, вот здесь вот, где бы вы не захотели, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, вас каждый раз будут выкидывать. Здесь тоже, здесь тоже и здесь. Абсолютно так же. Вот это называется плохая волатильность, при том, смотрите, видите, все уровни, в основном, в большей степени, они распиливаются и ничего хорошего не происходит. Что это значит? Не забывайте одну очень важную вещь, что когда инструмент стоит внутри канала, это то место, где крупный игрок набирает себе позицию. Крупный игрок практически никогда не набирает позицию в движении. Задача крупного игрока это где-то внизу или вверху, в зависимости от того, это лонг или шот, набрать какую-то большую позицию и дальше идти вверх или вниз. Но очень важно понимать одну вещь, что пока инструмент будет стоять в рейнде, по-простому у вас будут постоянно забирать деньги. Давайте перейдем на короткий таймфрейм, да, и вы увидите, что вот это вот очень плохая волатильность. Посмотрите внимательно, вы просто даже не успеете зайти, как у вас по сути дела заберут, видите, резкие, очень резкие стопы. Вот это более-менее, вот здесь вот, видите, вот это пошла хорошая волатильность и опять потом началась плохая волатильность. То есть вы вот здесь вот просто не высидите ни один стоп. Стандартный стоп, например, по S&P, приблизительно в условиях нормальной волатильности, дальше мы поговорим, это приблизительно где-то 3 пункта, да, то есть это стандартный 5-минутный бар. И если вы видите, что начинаются вот такие вот паранормальные бары, видите, это 5-минутных, вы здесь не высидите ни один стоп, видите, 7-8 пунктов, потом очень резкое движение. Потом опять посмотрите отсюда, сюда, видите, вы не высидите такую волатильность, это очень высокая волатильность, где по сути дела у вас заберут стопы. Это показывает то, что инструмент, по сути дела, не готов идти. Итак, продолжаем дальше. Значит, очень важный вопрос, это стопы. Итак, давайте сейчас посмотрим, значит, это у нас будет US, это у нас будет Forex и у нас будет крипта, да. То есть это 3 стандартных рынка, которые, по сути дела, торгуют студенты. Ну и здесь можно еще добавить российский рынок. У российского рынка немножко другая формула из-за волатильности. И теперь давайте посмотрим по каждому рынку. Вы должны понимать эту вещь, что у каждого рынка своя волатильность. И размер вашего стопа, он должен вписываться в волатильность. И это очень важно. Когда вы, очень многие из вас, начинаете, например, на Forex ставить там те же стопы, которые там на американском рынке и вас постоянно начинают выкидывать, это значит, что вы по-простому просто тупо не понимаете. Итак, какие стопы приемлемы для американского рынка? Сейчас мы говорим о так называемых расчетных стопах. То есть цифровые стопы не те стопы, которые ставятся на графике и за уровень. Первое. Очень важный параметр выставления стопа, не важно цифровой или технически, стоп всегда должен стоять за уровень. То есть, если размер вашего стопа не прячется за уровень, значит по-простому ваш стоп желательно не ставить вообще. Какими стопами обычно пользуюсь я? Итак, мы сейчас говорим о так называемых расчетных стопах. Вот у нас расчетный стоп. Итак, на американском рынке и на рынке криптовалют, да и на российском рынке тоже можно использовать простую формулу. Первое. Это 10% от среднедневного АТР. Это хорошая формула, это рабочая формула. Она учитывает в себе все. Упала волатильность, понизились стопы. Поднялась волатильность, подняли стопы. Потому что очень часто вы очень пассивно относитесь к поднятию или к увеличению волатильности и продолжаете работать с одинаковыми стопами, что в корне неправильно. То есть, если вы видите, что волатильность поднялась, естественно, риски и стопы будут большие. Потому что размер баров, он будет совсем другой. Он будет такой, вместо предыдущих, например, таких. И, естественно, стоп нельзя ставить идентично. То есть, две формулы у нас есть. Это формула номер один. 10% от среднедневного АТР или стандартный размер 5-минутной свечи. Это абсолютно универсальная формула, какой бы вы рынок не торговали, за исключением, по сути дела, рынка Форекс. И сейчас я объясню, почему. Итак, мы засвидетельствовали Америка и крипта. У нас абсолютно идентичные стопы. Вот 10% от внутридневного АТР за исключением паранормально больших и паранормально маленьких баров. Или среднестатистический размер 5-минутной свечи. То есть, если вы просто открываете 5-минутный бар, дальше я покажу, и вы увидите, на что приблизительно можно рассчитывать. То есть, вы должны понимать одну вещь. У каждого инструмента своя волатильность. И каждому инструменту нужно относиться с абсолютно идентичными правилами. По одной простой причине. Потому что в инструменте поднялась волатильность, подняли сирийский балл и волатильность. То есть, российский рынок, крипту и Америку можно торговать абсолютно по идентичным формулам. Первое. У вас будет большой размер стопа. И большой размер стопа. В смысле, вам хватит вашего стопа для того, чтобы взять хороший тейк. И второй очень важный фактор. Вы будете работать с пределом волатильности. Но, когда позже мы перейдем к техническим стопам, то вы будете понимать, что очень часто можно обойтись и короткими стопами. То есть, мы сейчас закончим с Форексом и перейдем к так называемым техническим стопам. Итак, по поводу Форекса. По поводу Форекса немножко другая информация. Объясню почему. Например, средний ход сейчас евро это 60-80 пунктов. Средний ход GBP 100-150 и JPY приблизительно такой же. То есть, это у нас евро, это у нас GBP и это у нас JPY. Вы видите? То есть, если вы торгуете Форекс, то вы знаете, что поставить, например, 6 пунктов стоп по евро это самоубийство. Поставить 10 пунктов стоп по JPY или JPY это тоже самоубийство. Что обычно рекомендую я. Например, если вы видите Форекс графики, мы сейчас перейдем к графике, потому что сначала нужно понимать картинку, а потом только переходить на график. То есть, если вы видите сейчас, например, Форекс, то по Форексу приблизительно 15-18 пунктов это евро. Ну, максимум 20. Максимум 20 это только если повышается владельность. Если вы торгуете GBP и JPY, обычно мы обходимся от 15 до 25 пунктов. Это нормальная математика. Не забывайте одну вещь, что если, например, вы торгуете какой-то инструмент на американском рынке или на рынке криптовалют, вы сможете с этого инструмента, например, с коротким стопом, к примеру, одна десятая АТАРа, вы можете взять 10 стопов. На Форексе вы практически никогда, ну, я имею в виду внутри дня, никогда такое движение не возьмете. Поэтому будьте очень внимательны, когда вы оставляете стопы на Форексе. Теперь давайте перейдем к так называемым техническим стопам тех стоп. Смотрите. Первое. Уровень всегда, вернее стоп должен всегда стоять за уровень. То есть буквально 1-2 центов выше уровня. То есть чем дальше вы будете отходить от уровня, тем, естественно, больше будет ваш размер стопа. Это проблема номер один. Второе. В каких случаях можно еще ставить технический стоп? Технический стоп можно ставить за хвост ложного пробоя. То есть за хвост ложного пробоя можно ставить технический стоп. Но не забывайте одну очень важную вещь. Я надеюсь, что вы сейчас смотрите наше занятие и записываете с ручкой и бумажкой. Так вот, если вы ставите стоп за хвост ложного пробоя, то он не может превышать расчетный стоп больше, чем на 30%. Например, если у вас стандартный стоп 10 копеек, то максимальный стоп, который, по сути дела, вы можете ставить за хвост ложного пробоя, должен быть не больше, чем 30%, то есть 13 копеек. И третий вариант, когда можно обойтись техническими стопами укороченными. Это когда у вас есть очень сильный лимитный игрок. Только тогда при расположении очень сильного лимитного игрока можно ставить укороченный стоп. Почему? Вы прекрасно понимаете, что если будет пробит уровень лимитного игрока, то, по сути дела, там практически всегда бывает прыскать. И четвертый очень важный пункт. Вот этому вас никто не научит. В каких случаях можно ставить короткие стопы, когда вы торгуете контртрендом. При торговле контртрендом всегда нужно использовать короткий стоп. Иначе вот эта вот масса ордеров вас просто элементарно задавит. И вы в 95% случаев из 100 получите проскальзывание. То есть первое, еще раз, стоп всегда должен стоять за уровень. Можно ставить стопы за хвосты ложного пробоя. Нужно ставить укороченные стопы при лимитных сильных уровне. И обязательно, если вы торгуете так называемый контртренд, то нужно всегда ставить укороченный стоп. Это основные вещи, которые, по сути дела, мы должны понимать. Теперь мы вместе с вами перейдем на график. И давайте посмотрим нормальную волонтильность, хорошую, плохую волонтильность, стопы и все остальное. Итак, смотрите внимательно. Если вы посмотрите вот практически на все эти бары, за исключением вот этого бара, то практически везде можно высчитывать идентичное ТАР. То есть этот бар видно, что он нормальный. Ну давайте посмотрим. 41.20 до 40.83. Это у нас получается 17 плюс 20. 37 будет. Здесь чуть-чуть поменьше будет. Здесь будет 24 пункта. Здесь приблизительно будет столько же. 14.70 чуть-чуть больше. 44.37. Это приблизительно идентично. Так, это у нас 41.07. Так же самое, видите? Практически 37. Практически копейка в копейку. И здесь чуть-чуть поменьше будет. И то же самое, видите? 36.37. То есть мы поняли приблизительно, что по сути дела в S&P сейчас стандартный стоп. Приблизительно три пункта. Это 10% от ТАР. То стандартный ТАР мы увидели, да? За исключением паранормальных баров. Вы видели три бара подряд. Дают нам цифры приблизительно 37. Теперь дальше давайте перейдем на пятиминутку. Да, ну естественно здесь повышенная пятиминутка. Это не смотрится. Но вот у нас нормальная пятиминутка. Давайте посмотрим. Видите? То, что я и говорил. Приблизительно три пункта. Здесь чуть-чуть меньше. Здесь два. Но стандартный пятиминутный ТАР. Это там, где можно ставить 100 км. Как раз ровно три пункта. Видите? То есть вот это вот стандартное движение. Это очень маленькие. Потому что, как вы видите, это уже закрытая сессия. Сейчас сессия открывается. Видите, здесь немножко другое время. То есть вы должны понимать одну вещь. Что в первую очередь вы берете, вычисляете АТАР на дневном графике. И потом переносите его. Теперь давайте посмотрим, например, на акции. Давайте возьмем акцию Tesla. Или давайте Амазон возьмем. Давайте возьмем Амазон. Итак, первое. Давайте посмотрим. Сначала посмотрим стандартный АТАР. Вот приблизительно стандартный АТАР. Его видно. Давайте проверим и увидим, правы ли мы в своих вычислениях. Итак, давайте глянем. Так, вот стандартный АТАР. 2 доллара. Доллар 50. 2 доллара. Здесь чуть-чуть. Видите, волатильность поднимается. Естественно, нужно поднимать стоп. Ну, не так много, чуть-чуть меньше. Хай минус лоу. Поэтому здесь получается 2,5 доллара. То есть приблизительно стандартный стоп в данной ситуации где-то будет 25-30 центов ААМазон. Теперь очень важно сейчас перейти на 5-минутный график. И, например, посмотреть. Ну, здесь волатильность поднялась. Так ли это или не так. Вот давайте посмотрим. Вот пошли нормальные барьеры. 98. Это 20 копеек. Так, давайте дальше посмотрим. 20 копеек. 20 копеек. Видите, практически идентично. 20 копеек. 20 копеек. Видите, формула, идеальная формула. 10% от ААРа или 5-минутный стандартный 5-минутный бар нас не обмануло. Так вот, очень важно, например, если вы заходите, например, в хвост ложного пробоя. Например, представьте себе. Давайте я вам покажу уровень примера. Представьте себе, вы вот здесь вот заходили в шорт и ставите сюда 100. Так вот, если вот от этого уровня 49, давайте посмотрим, хай этого бара 60. Видите, всего 11 центов. То есть то, о чем я вам говорил, это та ситуация. Итак, посмотрите внимательно. На дневном графике средняя волатильность инструмента была 2 доллара. Теперь, как вы видите, на 5-минутном графике можно посмотреть, что средняя волатильность должна быть приблизительно где-то 25 центов. Вот смотрите, 22 цента, чуть-чуть меньше здесь будет, 20 центов, 23 центов. То есть очень важный фактор того, что вы видите, что в данной ситуации формула 10% от дневного АТРа или стандартный 5-минутный бар, она работает. И так что, по сути дела, мы сегодня выучили вместе с вами. Мы выучили вместе с вами одну очень важную вещь. Первое. Стопы зависят от волатильности. Нельзя ставить очень короткие стопы, нельзя ставить очень большие стопы. Если повышается волатильность, размер стопа должен увеличиваться. Если понижается волатильность, размер стопа, естественно, должен уменьшаться. Второе. Третье. На российском рынке, на американском рынке и на рынке криптовалют можно использовать формулу 10% от дневного АТРа за исключением паранормально больших и паранормально маленьких баров или стандартный 5-минутный бар. Среднестатистически, если вы увидите большие паранормальные бары, их не нужно включать. Урок номер один по стопам. Второе. Очень важный фактор. Это где можно ставить стопы. Стопы, как мы уже сказали, первые бывают расчетные, вторые стопы бывают технические. То есть, что такое технический стоп? Первое. Стоп всегда должен ставиться за уровень. Или очень важный фактор. Стоп может ставиться, первое, за хвост сложного пробоя. Второе. За очень сильный лимитный уровень. И третье. Очень важно. Если вы торгуете контратред, то стоп может стоять очень коротко. С тейками все гораздо проще. Стейки. Тейки у нас бывают статичные, а бывают динамичные. Немножко сделаю маленькое отвлечение. Я несколько лет назад брал интервью у Перри Каффмана. Который считается отцом, будем говорить так, алгоритмического трейдинга. И он мне сказал эту вещь. Что на дистанции все те, кто берут. Мы говорим о интродейнных трейдерах сейчас. Пока не среднесроки. А чисто о интродейнных трейдерах. То есть, те трейдеры, которые, по сути дела, берут так называемые статичные тейки. Что такое статичные тейки? Три к одному, четыре к одному, пять к одному, десять к одному. Они на дистанции зарабатывают гораздо больше денег, чем трейдеры, которые ставят так называемые технические тейки. До следующего уровня. Или до следующей остановки. Или от следующего отката. Мы будем говорить так. Почему? Смотрите внимание. Когда вы выставили статичные тейки. Три к одному, пять к одному, семь к одному. Инструмент туда идет. И вы спокойно, по простому выходите из своей позиции. Если вы торгуете так называемые технические тейки. У вас всегда будет присутствовать элемент эмоций. И это то, что вас может погубить. Например, инструмент начинает откатываться. Вы будете трактовать этот откат, этот откат. Как просто какую-то маленькую коррекцию. Но вы никогда не знаете, это коррекция или разворот. Поэтому мой настоятельный совет всем тем, кто только-только начинает учиться. Ставьте так называемые статичные тейки. То есть цифровые. Три к одному, четыре к одному, пять к одному, семь к одному. А теперь один очень важный фактор. После того, когда вы увидите, какие у вас работают статичные тейки. Вы обязательно возьмите статистику. Что покажет вам статистика? Например, статистика вам покажет, что после того, как вы берете три к одному. Инструмент после этого идет пять к одному, или семь к одному, или восемь к одному. И нет смысла статистически брать три к одному. У меня есть один студент, который торгует только статичные тейки. И он понял одну вещь, что его первый тейк должен быть пять к одному. И он работает только с тейком пять к одному. И это один из самых важных фактов. Итак, дорогие друзья. Мы сегодня выучили, что такое волатильность. Подучили, что такое ATR. Посмотрели, как правильно и где можно ставить стопы. Обязательно каждый из вас сделайте себе табличку. Потому что, особенно если вы торгуете там в нескольких инструментах. Потому что у каждого инструмента своя волатильность. У золота своя волатильность. У серебра своя волатильность. У S&P своя волатильность. И это вам очень сильно, очень сильно поможет с информацией, где можно работать с какими стопами и с какими тейками. Все. Учитесь у лучших. Вам всем удачи и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok